В нашей школе проводится городской профи-квест. Профориентационная игра профи-квест проводится компанией Еврохим на площадке 11 школы уже третий год. В этот раз на участие заявились 15 команд из разных школ города. На профи-квесте вам предстоит пройти ряд станций, ряд заданий выполнить, которые подготовили наши молодые специалисты. Молодые специалисты, просто вот так толку и вставите, у вас так много здесь, смотрите. Вот, вот это все. Эти ребята сами. После небольшой презентации правил игры ребята приступили к выполнению заданий квеста. В путешествие по увлекательному маршруту отправилась и наша съемочная группа. И первая станция – геологическая. Таинственно-розовый полумрак аудитории добавляет романтике рассказу о профессии исследователей земных недр, геологов. Но это не просто лекция, а возможность, что называется, примерить профессию на себя. Задание для начинающих геологов с помощью линейки и калькулятора – вычислить процентное соотношение сельвенита в образцах горной породы. Мы даем реальные рабочие вопросы, проблемы школьникам, которые, ну, как бы, со школьных парк могут понимать, чем занимается та или другой специалист в этой профессии. А это станция Маркшейдерская. Девятикласснику Александру Филатову впервые приходится работать с настоящим нивелиром. Топографическая съемка – не такое уж и простое дело, убеждается школьник. Довольно интересно. Развивает глаз, потому что не каждый увидит, что там на линейке изображено. Нажимаю кнопку. Запускается вентилятор, который подает свежий воздух в выработку, где работают люди. На станции электрической ребята с увлечением изучают схему электропитания проходческого комплекса в подземных выработках. И, как ни странно, предмет изучения интересен не только мальчишкам, но и девчонкам. Мне интересно было узнать, как работает предприятие «Еврахим», узнать вообще, вот реально, действительно, как это работает. Это очень интересно. И, к тому же, практические задания тоже увлекательные. Поэтому я влилась в работу. В этом нескучном путешествии каждая команда прошла семь тематических станций, на которых получала баллы за правильно и быстро выполненные задания. Конечный пункт дистанции – станция «Еврахим». Интеллектуальная викторина, проведенная молодыми специалистами Усольского калийного комбината, помогла ребятам лучше узнать историю и планы развития предприятия. Мы сталкиваемся, как, наверное, все предприятия, с тем, что молодежь уезжает из города. Глобальная цель – показать все плюсы нашей компании, показать, что с нами есть будущее и что после того, как ребята уже закончат учиться в высших учебных заведениях, также в средних, они могут прийти к нам, устроиться на работу и смогут построить хорошую карьеру вместе с нами. И вот, наконец, все станции «Профи-квеста» пройдены его участниками. И настает кульминационный момент – оглашение итогов игры. Лучший результат прохождения дистанции показала команда «Прометей» из третьей школы. Ребятам достается главный приз турнира. Кроме основного зачета был разыгран специальный приз за самое креативное фото, сделанное командой во время прохождения квеста. Победителем фото-конкурса стал вот этот снимок, выложенный в соцсети с хэштегом «Еврохим-профи-квест» командой из пятой школы. К слову, ни один из участников «Профи-квеста» не остался без подарка. Небольшие сувениры остались у каждого школьника в память об увлекательной и познавательной игре от компании «Еврохим». Дмитрий Сидельцев, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхний Камье. Новости Воронушки 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 Воронушев, Дмитрий Воронушев. Продолжение следует...